Статья от пули снегопада. Арктика. Засекреченная зона. 22 марта 1912 года. Седов подал рапорт начальнику главного гидрографического управления, в котором излагал проект первой русской экспедиции к Северному полюсу. О целях и задачах экспедиции он писал. Промысловые и научные интересы Североледовитого океана начали привлекать к себе всеобщее внимание чуть ли не с 10 столетия. Первыми пионерами были в Северном Ледовитом океане промышленники, устремившиеся туда за богатой добычей морского зверя, а затем и путешественники с научной целью. Человеческий ум до того был поглощен этой нелегкой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. Здесь помимо человеческого любопытства, главным руководящим стимулом еще безусловно являлись народная гордость и честь страны. В этом состязании участвовали почти все страны света, включительно до Японии, к Южному полюсу. И только не было русских. А между тем, горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасали до сих пор. Амонсен желает во что бы то ни стало оставить честь открытия полюса за Норвегией. Он хочет идти в 1913 году. А мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что русские способны на этот подвиг. Царское правительство и полярная экспедиция. Георгия Яковлевича Седова. Красный архив. Данный исторический документ свидетельствует о странной незаинтересованности Северным полюсом от правящей элиты Российской империи. Они даже отвернулись от экспедиции Седова и ему пришлось своими силами ее организовывать. Даже более того, было сделано все, чтобы поставить ему палки в колеса. За каждый корабль запрашивали непомерные цены. Экипаж был распущен и поэтому Седову пришлось за время набирать новый. Сегодня принято считать Седова героем. Без спору, именно на таких людях не то, что Русь держится, но и все человечество. Но это простой человек, как всегда. А что же правительство делает для наших героев, чтобы посодействовать их подвигам? Читаем самого Седова. Сообщаю, что экспедиция жива пока и здорова, питаясь запасами вашей заготовки. Среди запасов встречаются довольно худые. Например, вся треска оказалась кислой и с сильным запахом. Из солонины уже оказалось три бочки вонючей. Кроме того, по контракту должно было быть в бочках только чистое мясо задних частей. А оказывается, во всех до сих пор в скрытых бочках находится солонина всей туши с костями вместе. Гретое масло плохого качества. Экспедиция терпит из-за этого большие лишения. Хотелось бы вам написать более приятное известие, но приходится оставаться на стороне истины и констатировать, к сожалению, факты так, как они есть. И это не только у нас. Такая тенденция наблюдается во все времена, во всех придуманных странах. Есть правящая элита, которая человечеству создает иллюзию развития, а на самом деле лучшим из нас даже не дает права голову поднять. Как там Седов пишет со времен Ломоносова? Вот именно, что с тех времен репрессии лучших и самых активных из нас не прекратились и до сегодняшнего дня. Насколько известно, в этой экспедиции выжило только два человека. Остальные погибли, включая самого Седова. Сегодня, когда говорят о Северном полюсе, вспоминает именно его имя. Настолько значимый его поход. Но мало кто вспоминает, как ему на пути не то, что не помогли, но и мешали. Если бы вместо помех помогли ему, каким бы это открытием привело? Вот это, наверное, правящую элиту и пугает. Много ли мы можем вспомнить подобных походов, которые, вопреки всему, были совершены не по воле правительства, а одного человека? Нет, конечно. Зато все последующие походы на Северный полюс строго подвоенными. К примеру, Павел Синяков о полярной экспедиции 1948 года под кодовым названием «Север-2» говорит, «По возвращении мы были обязаны не разглашать сведения об этой экспедиции, хотя проводили там обычные научные исследования». Вот так вот говорить о снеге и льдинках Северного полюса – это разглашать государственную тайну. Может быть, там далеко не льдинки в снегах изучают? Не менее странным поведением отмечается и сегодняшняя элита. Вот подбросили картинку, как Русь с 1997 года лишилась Арктики, которая совсем не изучена, а те экспедиции, какие были, внесли в список засекреченного от людей. Это была статья от пули снегопада. Текст читала Йолона Стоянова. Быть добро. Редактор субтитров А.Семкин